Всем привет! Сегодня на улице замечательная сентябрьская погода. Наконец закончилось дико жаркое лето и можно наслаждаться вот этой вот прохладой и активно проводить время на улице. В этом видео я буду рассказывать про свою новую игрушку и оно будет полезно в основном тем, кто хочет обзавестись электролонгбордом. Тише, тише! Летом этого года я сделал себе подарок на день рождения. Это так вот я оправдал покупку вот этой вот доски. И вообще ни грамма не пожалел. Хотя, хотя, мое мнение менялось, потому что когда я его только, когда я его только получил, я просто подумал, что нужно его побыстрее продать, пока он новый, скажем так, без пробега по России. Вот, но буквально через пару недель я поменял свое мнение кардинально. Эли, сюда! И сейчас вставать просто на обычную доску мне вообще не хочется. Это лонборд от фирмы Ownboard. Такая вот рифма, где, если говорить кратко, два мотора, ременный привод. На каждый мотор приходится по 750 ватт. Если сравнивать с вот этими вот самокатами, которые вы видите каждый день на улице, у них обычно мощность где-то примерно 350 или 500 ватт на один мотор. И он там всего вообще один. А здесь два мотора по 750 и получаем всего полтора киловатта. Перейду сразу к той части, которая будет полезна, ребята, вам, если вы хотите обзавестись электродоской. Первое, что нужно учитывать. Даже не думайте покупать доски с так называемыми хаб-моторами. То есть с моторами, встроенными непосредственно в колесо. Там резина на этом колесе будет просто тонюсенькая. И если вы будете ездить хотя бы вот по такой вот плитке, а это просто замечательная ровная плитка, у вас все равно будет трясти. Потому что резина, опять же, там очень тонкая. То есть сразу отметайте все доски с моторчиками в колесах. Потому что сможете вы кататься по кайфу только вот по такому вот ровному асфальту. А он вообще в очень-очень немногих местах. Так, следующее. Пункт номер два. Забудьте про короткие доски. Конечно, если вы скейтбордист и вам просто по кайфу прыгать, вообще очень-очень активно двигаться, вы не боитесь падать, тогда можете рассмотреть этот вариант. Но я думаю, что для большинства лучшим выбором будет вот такая вот длинная доска. Направо. Сразу скажу о нюансах. Чем длинная доска неудобна? Она очень-очень сложно поворачивает. Ну, как бы сложно. Это не то, что вам приходится прилагать какие-то чудовищные усилия. Просто угол, угол поворота, он очень большой. Налево. По сравнению с маленькой доской, у которой есть киктейл. То есть, вы можете просто наступить на киктейл, ее приподнять, и все будет тип-топ. Здесь вот с этой длинной доской так не получится. Блин, ветер. Элли, направо. А вот здесь потише. Пункт номер три. Забудьте про доски с небольшой емкостью аккумулятора. Это просто ужас какой-то. Вот смотрите. Я из дома еду кататься в центр города. На площади, на набережной. Вот. И расстояние от дома до набережной занимает, сколько? Восемь километров. Восемь-девять. Вот. То есть, восемнадцать километров туда-обратно. И надо еще покататься там. А вот большинство досок, которые продаются там за 400, за 500 баксов, они рассчитаны как раз проезжать всего 18 километров на одном заряде. То есть, это просто пипец как мало. И слава богу, что я не купил вот такую вот доску. Вот эта вот машина, она бежит на одном заряде 35 километров. С моим весом. Вчера вообще получилось выжить 37. Так, собачка. Опа, мячик какой у тебя. Все, до свидания. Пойдем сюда. Сюда, сюда. Пункт номер 4. Это гибкость доски. Обязательно нужна гибкая доска. Она просто будет вам давать экстра комфорт в передвижении по нашим дорогам. Она обязательно должна быть как минимум с возможностью прогинаться. А чем больше она прогинается, тем лучше. Но если вы кабанчик, конечно, то вам доска с гибким флексом, с большим флексом, она не подойдет. Налево. Тише, тише, тише. И последний пункт, это номер 5. Доска. Тише, тише. Доска обязательно должна быть с вот такими колесами или больше. Вот конкретно вот эти вот называются Cloud Wheels. Они есть разных цветов. Их можно заказать. В России, конечно, это сделать проблематично, но вообще вы их найти сможете. И следующая, скажем так, ступень досок, это уже такие внедорожные. Налево. Опа. Внедорожные доски, где колеса просто такие уже здоровые. Они тоньше, чем вот эти вот Cloud Wheels, но они намного больше по диаметру. Я думаю, что может быть в следующем году я куплю себе такую доску. Они, конечно, уже на порядок выше по стоимости. Они больше по весу, но как бы я думаю, что по нашим дорогам вообще на них очень кайфово кататься. Так вот, 5 пунктов. Заново сейчас я их перечислю. Очень важный момент, который я чуть не забыл упомянуть. Желательно, чтобы доска была с ручкой. Смотрите. Вам очень часто придется доску свою перетаскивать на светофорах, еще где-то в каких-то местах. На бордюры вы заскакивать не сможете. Ну, если они только маленькие очень, тогда это возможно, да. А так, готовьтесь к тому, что вам эту 10-килограммовую доску придется очень часто таскать в руках. И вот эта ручка, она очень-очень сильно помогает. Если сравнивать эту доску с самокатом, то я могу сказать, что у нее есть одно главное неоспоримое преимущество. Это просто кайф от езды. Это что-то вообще волшебное. На самокате вы такого не получите. По всем остальным пунктам, если вы купите нормальный, мощный самокат с хорошей батареей, с мощным тяговитым мотором, эта доска, конечно, будет проигрывать. То есть, на самокате намного проще передвигаться по нашим городам. Намного проще запрыгивать на всякие бордюры, объезжать препятствия, проезжать по ямам. Но если вам вот просто хочется кататься по кайфу и... Так, направо. Опа! Тише, тише. Ай, собака лохматая пришла. Господи, какой он лохматый! Как долго его мыть надо! Ужас! Вон еще один лохматый, только маленький. А буквально год назад Элли просто дик конфликтовала с собаками. Сейчас вроде эта проблема ушла. Но все равно я иногда опасаюсь таких вот встреч. Смотрите реакцию на хозяйку. Смотрите. Элли вниз. Бестолковый! Элли вниз. Иди сюда. Иди ко мне. Элли, иди ко мне. Быстро. Ко мне. Сидеть. Лежать. Это девочка или мальчик? Мальчик. Хорошо. Нет. Ну-ка, лежать. Лежать. Непослушная обезьяна, а? Лежать. Вот так, молодец. Возвращаясь к теме про кайф. Когда вы катаетесь на доске, или сюда, вы получаете вот это вот чувство движения на серфе, на сноуборде. То есть, вы ни за что руками не держитесь. И вы можете прям понарезать дуги по асфальту, как бы вы это делали, например, на снегу. Конечно, не то же самое, но есть некоторые схожие моменты. Вообще, офигенное преимущество вот таких вот средств передвижения заключается в том, что просто вышел из дома и поехал на набережную. И там весь день катаешься. Ну, блин, вообще кайфово. Просто невероятно. Пешком бы, да нафиг надо, я бы туда вообще не пошел 9 километров. На такси. Ну, можно, конечно, на такси, но каждый раз ты будешь думать, а-а-а, может быть, в следующие выходные. А доска это просто хоба и поехал налево. Более активной жизнью живешь. Просто катаешься, кайфуешь. Но нужно быть готовым к тому, что на доске, да, как и на самокате, в принципе, можно навернуться, можно ободрать себе руки, ноги. Вот. Поэтому я гоняю сейчас в защите. Причем интересный момент. До того, как я купил защиту, я не падал ни разу. А вот после этого я уже успел разложиться два раза. Причем так неплохо. Ободрал себе сначала правый бок, потом левый. Так, сейчас немного бездорожья. Вообще не проблема. Вообще просто катим ништяк. Хорошо, что грязи нет. Опять эта пушистая собака. Ох, и кто-то еще там голосистый. Да, вот на таких колесах можно гонять по легкому бездорожью. Как вот здесь. Так, направо. Или направо. Ну что ты, куда ты? Что там? А, там лошади. Нифига себе. Теперь информация для тех, кто собирается так же, как я, использовать какое-то техническое средство для выгола собаки. Вот эта доска просто один из самых лучших вариантов. Вот серьезно. Я сначала думал, что кайфово... Ого! Так, что тут у нас? Опа! Я сначала думал, что лонгборд просто очень удачная штуковина для выгола. Собака бежит, ты катишься, все тип-топ. Но на лонгборде очень сложно контролировать скорость, потому как там постоянно надо свешивать ногу, тормозить ею. И это вообще неудобно ни для вас, ни для собаки. А здесь просто на пульту крутишь колесико вот так вот. И очень-очень аккуратно, тихо можно двигаться. И самое главное, самое главное, можно тормозить. То есть вот здесь вот везде дорога идет под горку. Если бы я катился на обычной доске, мне бы просто приходилось постоянно притормаживать ногой и постоянно дергивать собаку. А так я просто подстраиваюсь под ее темп, то есть не ее заставляю подстраиваться под мой. Причем он всегда меняется, когда вы едете на лонгборде. тут в горку, тут под горку, тут хорошая дорога, тут плохая. А здесь можно просто держать, скажем так, крейсерскую скорость где-то там в 10-12 километров и собака не летит голопом. Она просто бежит рысью. Вот. И вам комфортно ехать. самое главное приучить собаку к тому, чтобы она не несла голопом. Это не нужно ни вам, ни ей. Хотя иногда кажется, что вот вроде как кайфово можно быстро просто лететь. но к моему предыдущему видео с обычной доской сделали очень-очень резонный комментарий о том, что движение по асфальту вредно для суставов собаки. Поэтому когда мы вот так вот перемещаемся мы перемещаемся только спокойно. То есть я ей не даю никакой возможности нестись сломя голову. Просто вот она бежит спокойно расслабленно примерно точно так же как бы она делала если бы мы просто шли. Ну может быть чуть побыстрее. На этом пока все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующих видео.